Добавлю, что он отвёл меня к банкомату. Именно в этом банкомате я получил номер моей кредитной карты. Один из банкоматов был сломан, поэтому всем пришлось использовать другой банкомат. Итак, он сломал один банкомат, чтобы заставить всех воспользоваться другим банкоматом. Он получил много номеров кредитных карт других людей. Поскольку я поместил его фотографию в это видео, возможно, власти или полиция смогут что-то с ним сделать. Хорошо, сегодня утром я проснулся от предупреждения о мошенничестве от моего банка, в котором говорилось, что на моём счёте в Барселоне, Испании, было совершено три мошеннических действия. Я во Вьетнаме и знаю, что это был не я. Я думаю, что человек, который это сделал, это тот парень. Я выложу его фотографию, чтобы вы могли на него взглянуть. Избегай его. Случилось то, что я болел около пары дней. Я пробыл в своём гостиничном номере около трёх дней. Когда я вышел за чем-нибудь поесть, он был прямо на углу. У меня было ощущение, что он меня ждёт. У меня такое ощущение, что у него есть связи, которые подскажут ему, кто может стать хорошей жертвой. Поэтому я отправился с ним в тур. Сначала он сказал мне, что это мне ничего не будет стоить. И в конце тура он сказал, что это будет стоить мне семь миллионов долларов, что составляет около трёхсот долларов. Хорошо, я заплатил ему двести сорок девять. И сказал ему, что больше не буду ему платить. Это меня разозлило, но я заплатил ему, потому что был в другой стране. В Соединённых Штатах я бы надрал ему задницу. И я сказал ему, что больше ему не плачу. Ты знаешь, я был в другой стране. Я должен вести себя как можно лучше, и он знает своё. Так что я не мог надрать ему задницу. Я действительно не могу этого сделать. Так или иначе, я заплатил ему. Вот и всё. Поэтому во время нашего разговора, на протяжении всего тура, он всё время спрашивал меня, когда я собираюсь уйти. И как долго я собирался находиться во Вьетнаме. Вы знаете, целых девять ярдов. Затем в среду или во вторник вечером, он звонит мне и говорит, что давай хорошо проведём время. Я сказал ему, что нет. Я просто останусь в своей комнате и отдохну до завтрашнего отъезда. Затем на следующий день, около часа ночи, он был в моём отеле. Снова в том же углу. Прямо перед тем, как я собирался уехать в аэропорт. И он попрощался. Ты знаешь. Удачные поездки и всё такое. Затем я иду в аэропорт, сажусь в самолёт и перевожу свой мобильный телефон в режим полёта. Итак, я добираюсь до своего гостиничного номера и все в порядке. Никаких проблем нет. Я проснулся сегодня утром и обнаружил три транзакции на моём банковском счёте в Барселоне, Испании. И тогда я начинаю думать. Погоди. Почему он был в моём отеле? Я имею в виду. Я был во Вьетнаме, в Хо Ши Мине 20 дней. И это единственные два раза, когда он появлялся. Так что это не его обычный маршрут. Если у него обычный маршрут. Так что я думаю, что произошло то, что он появился, чтобы убедиться, что я ухожу. А затем, когда я ушёл, он каким-то образом получил номер моей кредитной карты и совершил эти транзакции. Теперь, когда я был в его туре, он отвёл меня к банкомату. Я проверил банкомат, чтобы убедиться, что там нет устройства для чтения карт. Но знаете, я не могу сказать наверняка, потому что один из них был сломан и не работал, а другой работал. Так что, возможно, именно так он и получил номер моей карты. Так или иначе, мазок Чарльза, который мой банк, аннулировал мою карту или заблокировал её. И отменил его. Мне жаль. Моя глотка. Поэтому я должен вернуть эти деньги. Этот маленький ублюдок. Я имею в виду, что он проделал всю свою аферу от начала до конца. Итак, я просто хочу, чтобы вы знали, как выглядит этот парень. Избегайте его любой ценой. На самом деле, избегайте всех, кто находится на улице, любой ценой. Окей, позже. Ах, да. Два парня из Африки, которые хотели продать золото. Если вы собираетесь совершить мошенничество, знайте о золоте больше или об отрасли не больше, чем то, кого вы пытаетесь обмануть. Я решил проверить это, потому что иногда, раз в жизни, выпадает такая возможность. Но это было похоже на Эботто и Костелло. Они продолжали настаивать на том, чтобы кто-то прилетел, потратив тысячи долларов и проведя от 20 до 40 часов в самолете. Полететь в Африку или полететь во Вьетнам с лодкой денег, чтобы отдать их за золото. Когда единственное, что им нужно знать о золоте, это присылать тебе фотографии. Я сказал им. Никто этого делать не будет. Я сказал, что для того, чтобы кто-то купил ваше золото, оно должно быть проверено и сертифицировано, а это означает, что необходимо подтвердить, что это золото, и подтвердить, сколько золота там на самом деле. Никто не собирается садиться в самолёт и приезжать во Вьетнам, чтобы сделать это или куда-либо ещё, без предварительной проверки и сертификации. Если оно уже сертифицировано и проверено, вы можете продать это золото где угодно. Никому не нужно ехать до самого Вьетнама. Вы можете продать его покупателям во Вьетнаме или где угодно. Я не буду вдаваться во все подробности того, что они сказали. Но я имею в виду. Они продолжали противоречить себе снова и снова о разных вещах. Так сказал один парень. Он может проверить золото, купив набор для тестирования золота. Я просто проигнорировал это, потому что набор для проверки золота говорит только о том, есть ли золото сверху. Это не говорит о том, что вы были внизу. Под золотом может быть просто грязь, камень, глина или что-то ещё. Я сказал, что никто этого делать не будет. Его необходимо расплавить, удалить все примеси. Затем взвесил, чтобы увидеть, сколько золота на самом деле там есть и есть ли оно вообще. Я имею в виду, если они не знают так много. Если это законно, то это не так. Скажем так, ради аргумента, это было законно. Я всё равно не стал бы вести с ними дела, потому что вы не хотите вести дела с кем-то, кто не знает своей отрасли. Вы не хотите иметь дело с кем-то, кто не знает, что они продают, или не знает, каковы правила. Эти ребята также рассказали мне, что они переправили золото во Вьетнам. Вы можете выполнить простой поиск в Google. Очень простой поиск в Google, что я и сделал. Я напечатал информацию о контрабанде золота во Вьетнам. Я наткнулся на правительственный сайт, где говорилось. Вьетнамская таможня. В нем говорилось, что вы можете ввозить золото во Вьетнам без уплаты пошлин и налогов, если это золото в слитках. Это означает, что золото не было обработано. Не взвешивался. Не был сертифицирован или проверен. И это потому, что вы не узнаете, пока это не будет проверено и сертифицировано. Если все, что у тебя есть, это куча грязи и песка. Поэтому они не могут назначить цену. Поэтому они не могут взимать с вас налоги или налагать пошлины. Так что я такой. Ребята, вы могли бы провести золото легально. Но ты говоришь мне. Говоря мне, что ты ввез его незаконно. Затем я сказал им вернуться на таможню и привезти это легально. Тогда вы сможете его продать. Но они не хотели этого делать. Так что я закончил с ними. Это слишком глупо, чтобы быть мошенничеством. А да, в Соединенных Штатах и, вероятно, в Западной Европе, когда вы покупаете что-то с помощью своей дебетовой карты, они не оставляют на вашем чеке полный номер дебетовой карты. Однако в других странах они могут оставить на вашей квитанции весь номер дебетовой карты. Или номер вашей кредитной карты на этой квитанции. Это означает, что вы должны сохранить все свои квитанции и убедиться, что они уничтожены. Смотрите, я заплатил все наличными или воспользовался услугой граб. И захват безопасен. Но когда я пошел в Макдональдс, однажды я воспользовался своей дебетовой картой. Поэтому, когда вы находитесь в другой стране, убедитесь, что в квитанции не указан весь номер вашей дебетовой карты. В Соединенных Штатах действует закон, согласно которому нельзя указывать полный номер вашей дебетовой карты. в квитанции, поскольку это может привести к большому количеству случаев мошенничества с вашей стороны. Хорошо, еще перед отъездом из Хошимина я вернулся в Бургер Кинг, чтобы купить себе чего-нибудь поесть, прежде чем прыгнуть в самолет. И я был в парке, и угадай, кто появился? Один из двух парней-африканцев. Мы немного поговорили, и я собирался выбросить свою сумку с Бургер Кингом, но он настоял. Настоял на том, чтобы выбросить за меня мусор. И я сказал, хорошо, хорошо. Но я знаю, что это не он получил номер моей дебетовой или кредитной карты, потому что я заплатил за свой Бургер Кинг наличными. Я не платил за это своей дебетовой картой. Так что, хотя он, возможно, хотел получить квитанцию и, возможно, снять с неё номер. Я заплатил наличными. Поэтому в квитанции не было номера дебетовой карты. И с этими парнями я никогда не доставал свою дебетовую карту. Ещё кое-что. Посмотрим, смогу ли я найти это здесь. Мой бумажник. Подожди секунду. Я ищу это. Это очень хороший РБНБ. Хорошо, вот мой кошелёк. Когда я купил его на Амазон, там было написано, что это блокировщик РФИД, но это не так. Это долгая история. Но если положить туда немного алюминиевой фольги. Так. Он блокирует все сигналы РФИД и создаёт помехи сигналу. Это не обязательно должна быть толстая алюминиевая фольга. Это может быть просто очень тонкий кусок. Его не обязательно подключать к карте. Он просто должен быть рядом с картой. О размере карты. Это прерывает сигнал между картой и устройством считывания карт. Прежде чем уйти, я проверял его несколько раз, и он блокирует все сигналы РФИД. Так что это все, что вам нужно сделать. Вам не о чем беспокоиться после того, как вы это сделаете. И просто положи его в свой кошелёк, как я. Вот так и блокирует все сигналы. Поэтому все мои кредитные карты в безопасности. Так что мне не нужно об этом беспокоиться. Прежде чем уйти, я проверил это несколько раз. Так что немного алюминиевой фольги прерывает сигнал. Хорошо, я опубликую это как можно быстрее, а потом возьму что-нибудь поесть. Я забыл добавить. Я никогда не говорил ему, что у меня есть канал на YouTube. И я перевожу свои видео на испанский, французский, русский, польский, немецкий и вьетнамский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова